Свой первый большой юбилей 10 лет отметила Церковь Новый Завет в городе Дзержинский в Московской области. 11 и 12 декабря проходили торжественные богослужения, каждый раз собирая полный зал прихожан, служителей и друзей церкви. Специально к юбилею в зале был проведен масштабный ремонт, и теперь в нем стало еще более тепло и уютно. Представители основных служений подготовили праздничные выступления. Со сцены звучали слова благодарности и поздравления от пасторов и епископов Церкви, а также администрации президента Российской Федерации. Уникальное ощущение, именно здесь возникает такая душевная, семейная, очень теплая-теплая обстановка. Такая одна большая дружная семья Церкви Новый Завет в городе Дзержинский. И хотелось бы от имени нашего коллектива Департамента по религиозной политике, администрации президента, всех вас поздравить с этим юбилеем, пожелать самых лучших свершений в дальнейшей вашей деятельности, чтобы мы еще не один юбилей здесь все вместе праздновали. Церковь Новый Завет в Дзержинском празднует 10 лет. Это хорошая возможность провести еще и еще раз такую как бы для себя черту понимания того, что мы уже сделали, что нам предстоит. Хочу пожелать Церкви, всем братьям и сестрам Ивану Ивановичу и всей пасторской команде ставить высокие цели и двигаться к ним. Я уверен, что ваше служение востребовано и оно благословенным. И сегодня я убедился в том, что очень много тех людей, которые начинали здесь, служат в других местах. И это возможность, и это дар Божий для нашего общества. Спасибо Церковь за служение и слава Богу за всех братьев и сестров, кто пришел сегодня и почтил и праздновал этот день. За 10 лет Церковь стала катализатором открытия 8 новых церквей и 10 религиозных групп. Крещение получили более тысячи человек. Были розданы более полумиллиона новых заветов. Более 650 человек успешно прошли реабилитацию от зависимости. Через фонды и благотворительные акции были розданы более 10 тысяч продуктовых наборов. Это лишь малая часть плодов, которые принесли служение Церкви. Благодаря неуемной энергии пастора Ивана Боричевского и всей команды. Я благодарен Богу за весь этот путь, потому что поистину могу сказать, что до этого места нам помог Господь. Сегодня праздник, много поздравлений мы принимаем, и Господь через уста ноги пасторов, Он говорит в наше сердце. Также Господь положил в сердце мое сделать особый подарок для Церкви, написать книгу, исполняя великое поручение. Это проповеди на каждую неделю, 52 темы. Я глубоко верю, что это лишь только начало. У Бога есть великое благословенное для этой Церкви до Его пришествия. Поэтому наше упование Господь, Он центр нашей проповеди, и Он центр нашего внимания. Спасибо всем Божьим благословения каждому из вас. Новый Завет – церковь, где каждая часть семьи. Это не просто слоган, это состояние сердца каждого прихожанина и служителя. На протяжении этих лет церковная семья выросла в десятки раз. И пусть в последующие годы Господь продолжит прилагать спасаемых к Церкви. Спасибо огромное каждому из вас, кто принимает участие в служении Богу, кто распространяет Евангелие, кто поддерживает руки пастора, кто молится, жертвует. Дорогие, не ослабевайте, не ослабевайте, двигайтесь за Иисусом и поддерживайте Церковь, проповедуйте Слово. Аминь. С днем рождения. Лично мы, это вот я и моя жена, мы тоже вошли в служение благодаря Церкви Новый Завет в городе Дзержинский. И мы желаем, чтобы еще многие и многие люди, десятки, сотни и тысячи людей смогли войти в свое служение, в предназначение, взять плуг и возделывать землю через вашу церковь, через ваше служение и ваше посвящение. Будьте благословены. С праздником, с юбилеем вас. Информационное бюро «Спектр» Дзержинский.